Магичные обрады и ритуалы купаля возникли еще у старожитные часы. Слово «купала» означало сердитые и горадшие. Ненавито так наши протки уявляли солнце. На купале люди прославляли святила, а так само стихии огню, воды и земли. И по сегодняшний день традиции свята заховалися. Я с детства участвую в этом обряде купалья. Мне очень сильно нравится участвовать в нем. Мы сохраняем традиции наших дедушек, бабушек. И я рада, что я участвую в этом празднике. На свято собирались юнаки и девчаты. Хлопцы шли в лес за дровами для вогниша, а вязковые пригожоны тым часом собирали кветки, з яких потом пляли вянки. Усё гэта обязково супроводжалась народными песнями. Купалинка, купалинка, Тёмная ночка, Тёмная ночка, Одежь твоя дочка. Головное денье распочиналось на заходе солнца. Миновито тады распаливали вогниша и починали вводить вокруг его карагот у гонор солнца. Купальский огонь завсёды лечился основой усяго свята, символом духовного и телесного очищения. После карагота молодые пары скакали празвогниша. Девчины ж без пары в этот момент гадали на нарачоного. Конечно, подходили на берег речки, чтобы погадать на своего суджаного. И когда девчина кидала вянок на речку, и он ишёл по течению худка, ловка. Так это означало, что в этом году она обовязково выйдет замуж. Ну а когда ночью девчины заставались на месте, прибивались к берегу, так ещё требовало подождать своего суджана. Лишилось, что только усягульное выконание всех обрадов может забеспечить людям добробыт и счастье. И тому на свято приходили как молодые люди, так и сталые. Со старожидных шоссов Купаля имела массовый характер. И сегодня на соправдное народное свято сбираются люди из разных вёсок. Як и завсёды, проходить оно весело, шумно и видовищно. Передать всё это простыми словами немогчимо. Для того, чтобы отшунуть всю неверогодную энергетику и атмосферу, необходимо находиться побольше. Свято сгуртовывая людей. Они спевают аутентичные купальские песни, вводят карагоды, прославляют каханье и працу. А улишивающие, что Купаля проходить напереды Днежнева, это еще и просьба до природы об отримании доброго ураджаю. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель», Лельшевский район.